Защита некурящих людей от табачного дыма в общественных местах – тема, которая многие годы вызывает большие дискуссии и споры, как у представителей власти, так и среди обывателей. Для противодействия распространению этой вредной привычки в Беларуси и в Брестском регионе, в частности, существует огромное количество инициатив. Проводятся многочисленные акции, мероприятия, конкурсы. Интерес к существующей проблеме говорит об одном – тема табачной зависимости волнует каждого. Это дает основания полагать, что меры, принятые в стране соседки, помогут в скором времени реализоваться и с синёкой. Принятый законопроект в России, он очень своевременный и очень нужный закон. И мы поддерживаем вот этот шаг, который сделала Россия, потому как сегодня во многих странах мира уже давно принятые законы. И много стран, их свыше сотни, которые защищают своё население от табака. И достаточно жёсткие меры принимаются к тем лицам, которые нарушают эти законы. По словам Галины Стасевич, сегодня в Брестской области число курильщиков составляет порядка 30%. Это один из наименьших показателей по сравнению с другими регионами страны. Достигнуть таких положительных результатов во многом помогли эффективные меры профилактики, традиционно проводимые в нашей области. Многое уже сделано, однако совсем искоренить вредную привычку ещё предстоит. Необходимо ли вносить дополнительные изменения в нашу антитабачную законодательную базу? Наша съёмочная группа поинтересовалась у самих брещан. Естественно, по телевизору об этом постоянно говорят. И вообще сейчас же идёт программа и в России, и, я думаю, тоже в Беларуси за здоровый образ жизни. Поэтому это хорошо о том, что ведут запрет на курение в общественных местах. Вы знаете, когда всё-таки закон этот будет действовать, наверное, всё-таки из-за того, что не будет возможности вот так открытой в общественных местах курить, люди курить всё-таки будут меньше и, наверное, задумаются о последствиях. Ну, не знаю, как бы, я уже курю 18 лет, то мне как бы тяжело будет уже в таких местах, чтобы не курить. Ну, может быть, и нормально, дети как бы маленькие тоже, много детей, что вот и пожилые люди, которые вот не курят, как бы. Но мне тяжело будет. Мы надеемся, что в нашей республике уже есть намётки, уже есть определённая проработка законопроекта и в нашей республике. И полагаю, что в этом году, возможно, будет законопроект рассмотрен правительством и принят, если не в этом году, то в следующем году. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно 6 миллионов человек в мире умирают от болезней, вызванных потреблением никотина. Цифра весьма убедительная. Чтобы задуматься, а стоят ли считанные минуты удовольствия потерянного здоровья, а иногда и жизни, в любом случае выбор остаётся за вами.